Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас обзор очередной новинки. Это глобальная версия Realme 11 Pro+. 10-битный AMOLED, поддержка 120 Гц, практически полное отсутствие ШИМ, звонилка с автозаписью звонков, поддержка агрегации частот, отличная работа GPS, быстрая зарядка на 100 Вт и хорошая автономность. Камера 200 Мп делает очень приятные снимки. Обязательно проведем все тесты и узнаем, где нас дурит производитель. Погнали! Приходит, друзья, вот в такой желтой коробке с черными логотипами. В принципе, все по стандарту. На обратной стороне характеристики смартфона. Комплектация самая стандартная, без чудес и допов. Собственно, сам смартфон, инструкция с присутствием русского языка, ключик для лечения лотка SIM-карт, кабель зарядки и вот такой большой массивный блок питания. Здесь он на 100 Вт. В черном цвете рамки пластиковые, как, в принципе, и задняя панель тоже из пластика. В бежевом и зеленых цветах задняя крышка покрыта эко-кожей. Сзади грани закругленные, что, как по мне, удобнее для использования. Экран в данном смартфоне выполнен в виде так называемого водопада. Защитная пленка сразу наклеена с завода и имеет хорошее олеофобное покрытие. Блок камер выполнен в виде вот такой вот шайбы, три камеры плюс вспышка. Выпирает довольно прилично, но защитным силиконом чехлом из комплекта защищается полностью, даже с небольшим запасом. Лоток на две SIM-карты без поддержки карт памяти. Дисплей просто шикарный. 10-битный AMOLED, 6,7 дюйма, поддержка миллиарда цветов, разрешение Full HD+, плотность пикселей 394 ppi, пиковая яркость не самая большая, 950 нит. Частота дискретизации 360 Гц, HDR10+, поддерживает повышенную частоту обновления в 120 Гц. Также на выбор дается 60 или выбор автоматов. Рамки просто отличные, боковых, понятное дело, нет совсем из-за особенностей экрана, а верхний и нижний маленькие, смотрится это отлично. Полезная площадь экрана 93%. Мультитач в порядке, поддерживает 10 касаний. Яркость 193 канделы на метр квадратный, для AMOLED'а, прям сказать, не самая уж и большая. Но на улице экран видно хорошо, правда под открытым солнцем уже становится чуть хуже, но все равно все читаемо. С белым полный порядок, яркий, хороший, под углами никак не меняется. Если сравнить с моим 12T, то различий практически нет, так что все отлично и с белым, и с экраном, и в целом. AMOLED, а значит надо проверять пульсацию. В смартфоне есть ШИМ-затемнение до 2160 Гц, и оно работает просто великолепно. На любом уровне ШИМ 5-6% и не более. Честно, наверное, в первый раз вижу экран с таким низким уровнем пульсации во всем диапазоне яркости. Так что никаких проблем у людей с чувствительным ШИМ-глазами тут быть не должно. Только если выкрутить яркость вообще в ноль, то процент пульсации будет около 20, но даже если вернуть назад всего лишь на 10-15% яркость, все сразу приходит в норму. Ощущения от дисплея сугубо положительные. Яркий, сочный, отзывчивый, 120 Гц на месте, ШИМа нет. Если вас не смущает вот этот вот экран-водопад, то дисплей просто отличный. Смартфон выпускается в трех цветах, черный, бежевый и зеленый. Как я говорил ранее, у черного цвета сзади пластик, у двух других эко-кожа. Сколько она проносится, пока не начнет там слазить, тут, к сожалению, неизвестно, узнаем уже с опытом. Ссылки на смартфон на проверенных продавцов как на Ali, так и на местные маркетплейсы оставлю, конечно же, в описании под видео и в закрепленном комментарии. Переходим к разъемам, друзья. Сверху микрофон для шумоподавления и один из динамиков. На левой грани ничего нет. Снизу лоток под сим-карты, основной микрофон, порт зарядки Type-C и второй динамик. Справа кнопка питания и качельки громкости, тут все по стандарту. Канер отпечатков под экраны, срабатывает хорошо, никаких проблем с ним замечено не было. Разблокировка при лицу вообще мега шустра и срабатывает просто в доли секунды какие-то. Габариты смартфона вы видите на экране, вес 185 грамм. В руке лежит очень удобно, размеры небольшие, тонкие, весит мало, ну короче, пользоваться комфортно. Данных о стандарте защиты, к сожалению, нет. Стандартового индикатора пропущенных событий в виде светодиода нет. Но есть функция Office on Display, где вы можете видеть всю информацию о времени, дате, заряде батареи и пропущенных событиях. Причем можно его сделать как полноценно, чтобы он всегда горел, так и лайт-версию, чтобы он газ через 10 секунд. Датчик приближения работает отлично и в любом положении. Звонилка стоит от Realme, от самой компании. Запись вызовов присутствует без предупреждения о начале и окончании. Есть даже тонкая настройка. Можно включить, чтобы писалось все подряд автоматом. Или только те номера, которых нет в ваших контактах. Или можно вообще самому выбрать необходимые вам номера из записной книжки. И запись вызовов будет производиться только на них. Верхний динамик громкий, поэтому прибавлять выше половины я бы не советовал, иначе вас будут слышать. 7-й и 20-й бэнд на месте. Качество сигнала сравнивалось со своим 12T, и оно стабильно на протяжении всего теста было выше у Realme 11 Pro+. Так что тут зачет. Агрегация частот присутствует. Как видим, после LTE есть буковка A, что означает Advanced, то есть усовершенствованный либо продвинутый. Передача данных идет по нескольким каналам, ну и заодно и увидели, что 7-й и 20-й бэнд на месте, так скажем, на практике. Из коробки работать сразу на 13-м андроиде. Поверх установлена фирменная оболочка компании Realme UI 4.0. Фишек в системе огромное количество, разберем их чуть-чуть попозже. 8 гигабайт оперативы. Система работает абсолютно без тормозов. Приложения открываются быстро, шустро. Тут все в порядке. Идем дальше. NFC на месте. Можно спокойно оплачивать покупки телефоном. 5G присутствует. Wi-Fi топовый 6-го поколения с поддержкой, конечно, 5 ГГц. Версия Bluetooth 5.2 из кодеков поддерживает SBC, AAC и продвинутый кодек LDAQ тоже здесь на месте. С GPS проблем никаких нет, спутников идет очень много, точность также хорошая. Позиционирование на карте также в норме. Через арку меня провел, потом по тропинке, по тропинке, по тропинке, вдоль домика. И вместе со мной напрямую через перекресток именно все так и было. Ну что ж, друзья, переходим теперь к одному интересному моменту. Процессор в смартфоне стоит Mediatek Dimensity 7050 на 6-нанометровом техпроцессе. Два производительных ядра и шесть энергоэффективных. За графику отвечает Mali-G68. А интересно, друзья, тут то, что если мы взглянем на характеристики процессора Mediatek Dimensity 1080, то они один в один бьются с 7050, который стоит в данном смартфоне. Что сделали Realme? Выпустили зимой Realme 10 Pro Plus на процессоре Mediatek Dimensity 1080. Потом данный процессор переименовали в 7050, и они же на нем же выпустили 11-ю версию, которая сейчас вот на обзоре. Маркетинг, будто он не ладен. Итого, два подряд смартфона у Realme 10 Pro Plus и 11 Pro Plus по факту на одном и том же чипе. В Antutu 10-й версии набирает 540 тысяч баллов, не сказать, что для него много. Результат Geekbench также перед вашими глазами, если кто ориентируется на них. Троттлинг 30 минут на 100 потоков в порядке, нагрева нет, зеленая зона. Но, надо сказать, что средняя производительность всего 216 гипс. То есть он так-то даже и не напрягался, чтобы показать какой-то перегрев. Оперативной памяти 8 или 12 ГБ. Тип памяти LPDDR4X. LPDDR4X есть возможность расширить до 16 за счет внутренней. В самой внутренней памяти 128 или 256. Тип памяти UFS 3.1 вот здесь уже лучше. Поддержки SD-карт, как я ранее говорил, нет. Ну что, давайте отдохнем минутку-другую и поиграем. Посмотрим, на что смартфон способен в играх. FPS выведен, как всегда, сверху экрана. По традиции, начинаем с простого. Танки. Графика максимальная. В настройках игры доступны 120 FPS. Но в смартфоне установлен какой-то лог или запрет. И максимум, даже в танках, мы сможем получить всего 60 FPS. Кстати, абсолютно такая же ситуация была и в 10-й версии данной линейки. Средний FPS 59,9. Динамика в порядке, но другого, в принципе, мы и не ожидали. Берем снаряд потяжелее PUBG. Тут, в принципе, также все в порядке. Тормозов нет, лагов нет, фризов нет. Кайфуем и наслаждаемся игрой. Если поставить графику на максимальную, как сейчас и стоит, то все упрется в 40 FPS, конечно же, без тормозов. Но, если снизить графику до низкого уровня, то появится возможность играть уже в 60 FPS, как видите, сейчас это на экране. Смотрим динамику внизу. Как видим, ровная полоса на 40 FPS, и потом такая же ровная на 60, когда я уже поменял настройки графики. Ну и закончим, конечно же, Genshin Impact, нашим самым лучшим проверяющим, который покажет все, что скрыто. И тут все на самом деле очень печально. Даже на низкой графике во время активности FPS скачет от 20 до 30 и не более, причем с постоянными мелкими фризами, как вы можете видеть на экране. И так будет всегда. Объяснений этому у меня, к сожалению, нет. Не знаю, друзья, может быть, с прошивками в будущем и подкрутят, но пока это точно не игровой смартфон. Средний FPS, как видите, всего лишь 33, динамика полностью хаотична. Провел я в этой игре один час, как и положено, чтобы полностью протестировать смартфон. Итого, падение яркости есть. Вначале было 137 кодел на метр квадратный, через 20 минут яркость упала на 40%, на таком уровне держалась. Нагрев также присутствует, причем как только игра загрузилась, уже сразу до 40 градусов нагрелась, потом 45, и на этом уровне у нас все держалось. Заряда за час игры ушло 21%, что практически равно стандарту. Тут все нормально. А пользуясь случаем, хочу пригласить вас на свои ресурсы. Если хотите покупать различные товары по низким аукционным ценам, то подписывайтесь на мой телеграм-канал «Скидоши», где я каждый день выкладываю отличные предложения со скидками, акциями, купонами и промокодами как с Алиэкспресс, так и с местных маркетплейсов. И мой основной канал с анонсами всех видео, новостями цифрового мира и полезными инструкциями. Ссылки на оба канала в закрепленном комментарии и в описании. Особых фишек в системе очень много. Расскажу сейчас о нужных или необычных быстренько, а потом попробую уже как-нибудь сделать полный обзор всей системы. Клонирование приложений на месте, поэтому можете создать клон любого мессенджера, что-то еще, использовать его сразу на двух контактах. Пару интересных фишек касательно батарей смартфона. Есть такой пункт, как максимальная емкость, по-другому это износ аккумулятора смартфона. В данный момент телефон новый, аккумулятор новый, соответственно, и износ у нас с вами отсутствует. Также есть пункт «Умная зарядка». Когда вы ставите телефон ночью, например, на зарядку, она быстренько добивает их до 80%, а потом потихонечку к 6 утра уже добивает до сотни, чтобы не перегружать батарею. Есть функции быстрого замораживания приложений, выбираете те, которые вам не нужны активными, «Тырк» и все. И они тут же замораживаются и не расходуют лишний раз заряд вашей батареи. Интересно и комфортно выполнена функция разделения экрана. Чтобы включить, проводим тремя пальцами вверх, соответственно, пошло там разделение, выбираем второе приложение, и вот у нас с вами все есть. Нужно какое-то, чтобы побольше было? Пожалуйста. Здесь больше, здесь меньше. Нужно наоборот, пожалуйста, поменяли их местами. Комфортно, удобно, отлично. Если при разблокировке не убирать палец, а оставить его подольше, то появляется раздел с пятью быстрыми приложениями. Соответственно, вы сами можете задать те, которые вам нужны, которыми вы чаще пользуетесь, просто стоит сразу передвинуть, и произойдет их открытие, не надо будет лишний раз тыкать. К примеру, друзья, играют вас музыка, и телефон заблокирован. Два раза проводим, срабатывает пауза. Еще раз два раза проводим, снова play. Необычно и удобно. В игре будут доступны настройки игрового режима. Панелька здесь слева выезжает. Здесь можно выбрать, например, производительный режим, чтобы все ресурсы смартфона пошли на игру, чтобы вам там было легче что-то делать. Также здесь можно запретить уведомления, поставить блокировку вызова, чтобы вас ничего от игры не отвлекало. Включить запись экрана, либо скриншот сделать, оптимизацию касаний, изменять голос, чтобы во время игры, если в чате где-то говорили, был другой голос. Поставить блокировку, чтобы она сюда не прыгала. Настроек много. Состояние системы можно вывести. Вон сверху будет показ фпс и загрушенность как графического процессора, так и основного. Настроек и фишек в системе на самом деле очень много. Я думаю, что это все-таки тема отдельного видео. Кто интересуется радио, здесь, к сожалению, я его не нашел. Батарея стоит на 5000 мАч, поддерживается быстрой зарядкой на 100 Вт. Проверял, как обычно, 93 выдает без проблем, так что тут все в порядке. За 10 минут заряжается до 46%, а полностью от родного блока заряжается уже за 28 минут. Беспроводной зарядки нет. Автономность у смартфона также в полном порядке. Стандартный тест. Просмотр YouTube в качестве 1080 при яркости 50 кандел на метр квадратный. Полного заряда батареи хватило на 18 лишних часов просмотра. И это, на самом деле, отличный результат, выше нормативного, поэтому за автономность плюс. Давайте проверим звук. Два динамика, напомню еще раз, да, один сверху находится, один снизу. Есть Dolby Atmos, это хорошо. Отключить его нельзя, только если в наушниках. Также есть четыре звуковых профиля, так скажем, да, динамичные для просмотра фильмов, для игр и для музыки. Динамичный сам подбирает, исходя из того, что вы делаете, лучшие параметры. Давайте проверим звучание, для контраста сравним с моим 12T. Что сказать, друзья? Хороший звук, громкий, качественный, музыкальный, чувствуется стерео, то есть он объемный такой, хороший. Но, как вы слышали, при сравнении с 12T, низов все-таки немножечко не хватает. Верх отличный, середина в порядке, низы чуть-чуть можно добавить, но звук, в принципе, хороший, ничего не скажешь. Видео в комментариях, многие просят показывать, насколько потоков разделена регулировка звука. Ну что ж, давайте заведем такую добрую традицию. Рингтоны отдельно, уведомления отдельно, мультимедиа отдельно, будильник отдельно. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас в фото и видео. Основная камера аж на 200 мегапикселей от Samsung. Свежий модуль 22 года, данных о нем пока мало, потому что использовался он только в Honor 90 и вот здесь. Также есть широкоугольная камера на 8 мегапикселей от Sony и 2-мегапиксельный макромодуль. Я, честно, приятно, был удивлен именно фото возможностями данного смартфона. Про видео поговорим чуть попозже отдельно, но вот фотосъемка меня порадовала. Тут дело даже и не в 2-сак мегапикселей, я чуть попозже обязательно покажу, как и зачем их использовать. Просто получаются хорошие, отличные фотографии. Все цвета при своих, какие есть в реальном мире, такие они и на фото. Задний фон размывает здорово. Фокус также отличный, правда, чтобы сделать хорошую фотографию, нельзя просто достать и щелкнуть. Нужно пару секунд постоять, так сказать, прицелиться и получатся отличные снимки. Но больше всего порадовали именно естественные цвета. Зум в смартфоне аж 20-кратный и вот как он себя отрабатывает. Друзья, вот небольшой пример, для чего вам надо понадобиться снимать именно в режиме 200 мегапикселей, то есть, на полную. Вот обычные, стандартные фотографии перед вашими глазами. Если мы с вами приближаем, 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 все, мы уперлись, дальше мы приблизить с вами не можем. Вот картинка, которую мы максимум сможем увидеть. А вот рядышком фотографии сделаны с того же самого места, но уже в режиме 200 мегапикселей. Ее приближать мы можем намного больше. И четко все это фотографии будет намного лучше. Как видите, вот мы приблизили, уже и видно время работы и все, чего на простой фотографии мы увидеть не могли. Можно даже еще побольше приблизить при желании. Обратная сторона медали, что фотографии сделаны в обычном режиме занимают 3,4 мегабайта, а фотографии сделаны в режиме 200 мегапикселей занимают аж 28 мегабайт на устройстве. Вот пара фотографий, сделанных в домашних условиях. Тут также все в порядке. Ночная съемка очень сильно высветляет небо. Фото снято в 11 часов вечера, но, судя по небесам, да, такое ощущение, что это сделано средь бела дня. Есть макросъемка. Вот небольшой пример. Плата моей видеокарты, да, запасной на всякий случай. А теперь давайте рассмотрим вот этот квадратик, уже на фотографии, сделанной в режиме макросъемки. Тест записи видео Риуми 11 Pro+. Пишет 720-30 фпс, 1080-30-60 и 4К-30 фпс. С цветами, наконец-то, полный порядок. У Риуми раньше были с этим проблемы. Имеет два микрофона, поэтому голос должен писаться хорошо и чисто. Также есть оптическая стабилизация, чуть попозже ее проверим. Зум 10-кратный. Вот так вот он у нас отрабатывает, если что. С автофокусом никаких проблем, все быстро, четко, здесь, без вопросов. Имеется оптическая стабилизация, которая не работает в режиме 4К-30 фпс. И как раз вот именно в этом режиме сейчас идет съемка. То есть оптическая стабилизация сейчас не работает. Теперь 1080-30 фпс и уже стабилизация должна отрабатывать. Наблюдаем. Что еще в камере можно выделить интересным? Например, есть съемка с автофокусом за необходимым вам объектом. Выбираем тот объект, за которым необходимо следить. Пускай это будет вот это устройство. И теперь, если вы будете двигаться влево-вправо, фокус все равно будет стараться держать на этом объекте. Из дополнительных режимов камеры можно выделить... Ну вот здесь, во-первых, высокое разрешение находится. Переходим во вкладку «Еще». Ручной режим, панорамная съемка. Здесь же есть выбор макросъемки. Уже какие-то нарезанные вами пресеты заранее. Замедленная съемка есть. Наоборот, ускоренная съемка. Есть съемка с длинной выдержкой. Ночная, да, делать там красивые фотографии от машин фар. Двухоконный режим. Это одновременно будет и фронтальная, и тыловая камера снимать. Сканирование текста. Астрономический режим для красивых фотографий. Там луны и всего прочего. Групповой портрет. И еще какой-то даже сдвиг и склон. Ну, короче, камера прокачана довольно-таки неплохо. Ну что ж, друзья, из плюсов хочется выделить. Дисплей 120 Гц. Отсутствие шим. Габарит и вес. Очень получился эргономичный аппарат. Полноценный Always-On Display. Полноценная звонилка с записью. Присутствие агрегации частот. Хорошая автономность. Плюс быстрая зарядка. Ну, за полчаса до 100%. Также понравилась оболочка. И стоит выделить камеру. Ну, а из минусов, опять же, у каждого они могут быть свои. Я говорю те, которые вот показались мне. Отсутствие разъема 3,5 мм. Процессор до конца еще не оптимизирован. Но если вы смотрите это видео, например, спустя полгода, то, может быть, этого минуса уже и не будет. Раз уж в смартфоне воткнута камера на 200 Мп и позиционируют это как смартфон для фото, то, наверное, стоило бы все-таки добавить съемку видео 4К 60 фпс. Было бы тогда вообще супер. И никаких вопросов к камере. Ну, и в минус выделим бы поведение самой компании, которая третью версию подряд данного смартфона делает практически на одном и том же процессоре. Объясню немножечко. Dimensity 1080, который установлен в Realme 10 Pro Plus, по факту является разогнанной копией Dimensity 920, которая стояла еще в Realme 9 Pro Plus. И получается, что какое-то нулевое развитие в плане процессоров за 3 года в данной линейке. Ну и подводя итог. Не игровой 100%, во всяком случае, в данный момент, возможно, в будущем все это поправят прошивками. Но при этом хороший, классный, стильный, удобный смартфон, который очень приятен в использовании. Оболочка имеет очень много классных и приятных фишек. Поэтому, если вас, друзья, не смущает этот экран-водопад, то не вижу причин, почему бы им не пользоваться. Переходить в 10-й версии или нет, тут надо подумать, я бы, наверное, не перешел уже не настолько много критичных отличий. Спасибо, что смотрели, друзья. Повторюсь, ссылки как на смартфон, так и на мои телеграм-каналы в описании и в закрепленном комментарии. Всех благ вам и удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok